Всем здарова, народ! С вами с вами, я Вадим Джокер, канал Профит Вижен. И что ж, мы продолжаем карьеру за Арсенал. Что ж, 2018 год на дворе, и это вторая серия карьеров за Арсенал. Мы перешли, напомню, что мы перешли из Баруси и Дортмунд, и сейчас готовы играть в Лиге Чемпионов против Ювентуса. Да, идём мы на второй строчке, но это дело поправимое. Ребят, немного я изменил состав. Слева у нас выйдет Уэллбэк, справа выйдет Кэмпбелл. В принципе, Кэмпбелл был, у Уэллбэк новый человек. Ну а мы, ребята, начинаем этот матч, легендарный 5 минут ливень, и надеюсь, что нам будет вести. Я просто надеюсь на везение и на свой скилл. Так что, ребята, начинаем. Лига Чемпионов Арсенал Ювентус, Эмирейт Стадиум. Играем сегодня дома и при родных трибунах, значит, поддержка будет просто сумасшедшая. И вот так вот выглядит таблица. Да, мы, конечно же, уступаем лишь только по разнице голов, по-моему. Хотя нет, я не уверен, ребят. Как-то странно. По-моему, по забитым мы уступаем или по пропущенным. В общем, сложно, сложно. Ребят, составу нам так и не показали, так что давайте начнем сразу матч. И надеюсь, что он будет интересным. Орье отлично справляется на фланге. И Орье вообще классный защитник. Вот лучшая замена Беллерину, если честно, ребят. Вот в центр Рэмси. Закруточка. И Нетто спокойно забирает этот мяч. Ой, Алексис Санчес отлично выходит на ударную позицию. Удар и гол. 1-0. Алексис Санчес открывает счет в этой встрече. Ну, отлично. Он тут сыграл просто раз. И на шаге, буквально на шаге, увел Келлини. И Келлини просто ничего не осталось делать, как только бежать за Санчесом. Но, увы, увы, для Келлини это закончилось не очень все хорошо. Уэлл Шар пытался пробить. И лучше, конечно, скинуть Джака. Борис до конца, блин. Маркизио тут перебарывает Джаку. Хотя Джака такой огромный. И проиграл, проиграл корпусом Маркизио. Да, ребят, ну сложно, сложно. Но первый тайм вроде бы неплохо прошел. И 1-0 это отличный результат. Но Джака, Джака, конечно же, серьезно устал. Но, наверное, Коклену придется выпускать, потому что опорную зону... Ну, опорную зону как-то нужно закрывать, потому что Джака уходит. Джака уходит, а это значит, что опорная зона будет просто проседать, если я не выпущу Коклену. Так что Коклен выйдет на замену. Ну, а мы продолжаем. Бангонду не будем выпускать. Окслад и Чемберлэна выпущу. Да. Кэмпбелла мы посмотрели. В принципе, вроде бы неплохо, но как-то не дотягивает чуть-чуть по уровню. Но думал, еще будет тренироваться и что-то из него вырастет. Опа, Монреаль увидел открывающийся Коклен, а Коклен делал передачу. Ой-ой-ой, какой удар! И добивание где? Это 2-0. Вот так вот делается. Вот так вот делается результат. Окслад и Чемберлэн вышел буквально 10 секунд назад, или сколько там, 15, и тут же забил. Ну, конечно, после того, как Уэлбек угодил в штангу. Но ничего страшного. Второй гол. Второй гол залетает в ворота Ювензеса. Куадрада. Ну, тут, надеюсь, офсайд. Не было офсайда и чех. Какой сейф у чеха. Получился сейчас, Тураро. Опять очередной момент и... Ну... Конечно, здесь ошибка. Не знаю, чья ошибка, конечно, сейчас была. Я что-то не понял немного. Как-то к заду забил. Что тут не то, ребят? Смотрим еще раз на этот момент. Мне кажется, что тут косяк был все-таки со стороны моего защитника. Но он вообще не переиграл никак. Ну и куда? Куда смотрел наш вратарь? Просто не понимаю, что происходит сейчас. Да ё-моё, да блин! Что творится на втором этаже? Ребят, короче, огромная проблема у нас на втором этаже. Два мяча, считай, залетело с второго этажа. И я не знаю, что сейчас делать. Просто не знаю, ребят. 90 минут, 2-2. Счет хотя вели 2-0. Очень обидно упустили момент. Я, наверное, может быть, просто расслабился в концовке. И да, 2-2. Это, конечно, не очень хорошо. Могли себе обеспечить место в Лиге Чемпионов. Но, к сожалению, выходим, походу, со второго места, если не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Хотя еще не все решено. Может быть, Ювентус оступится. Может быть, еще что-нибудь произойдет. Да, 2-2. Конечно, хотел большего. Честно. Так, Алсвити и Арсенала, наверное, этот матч стимулирую. Надеюсь, состав что-то-то сделает. Да, 3-0. Отличный результат. И Джака забил. И Рэмси забил. Все великолепно. Ну что ж, ребята. Манчетер Сити, Арсенал, Кубок Англии. И играть будем в дождь. Фух. Будет сложный матч. Манчетер Сити, Арсенал, Кубок Англии. И эти хэд-стадиум приветствуют нас. Вот вышли команды к 1-4 финала. И, кстати, у Манчетер Сити очень был сложный матч со Станвиллой. Да. Очень сложный матч со Станвиллой провел Манчетер Сити. И он их измотал. То, что они только смогли победить по пенальти. А ведь могли не попасть в 1-4. И мы могли сейчас играть не с Манчетер Сити, а с Станвиллой. Я бы с удовольствием лучше с ними сыграл, чем с Манчетер Сити. И вот состав Манчетер Сити. И видите сами, что сегодня выходит Колман у них в составе. Также небольшие изменения, наверное, в атаке. Потому что Дебрюин теперь на фланге играет. Но видите, сами в состав я ничего не изменял. Единственное, что Бангонда сегодня выходит снова в составе. Мне не очень понравился слева Уэллбок. Какой-то он был немного деревянный. Попал в штангу. Слава богу, что Оксли Чемберлин был на добивании. Надеюсь, Тео сегодня будет тащить Тео Бангонда. Один из самых сложно выговориваемых фамилий у него. Сравнивают, конечно, тут Джаку и Дебрюины. Но что сравнить Джаку и Дебрюины? Надо посмотреть, как они будут в игре. Что ж, стартуем. Потому что матч с Ювентусом был очень неожиданным для меня. Потому что там реально нужно было выигрывать. А я с 2-0 слился до 2-2. О, какой удар! Это кто там пробивал? Алексей Санчесов, да еще добивание штанга! На первых же минутах мы просто на седанах Манчетер Сити. Ну, блин, опять сложно. Получается все. И, ребят, первая половина была такая неоднозначна. Мы имели на первых минутах очень хорошую возможность выйти вперед. Но не воспользоваться ей. Так, Бангонга. Бангонга, да. Ну что ж, Тео пора, наверное, заменить на Уэлбека. И поменять местами Санчеса с Уэлбеком. Потому что здесь реально ребята чувствуют, что Уэлбек должен играть именно форвард. А Санчес должен играть ЛФА. Джака идет просто сам. Но навешивать тут будет сложно. Просто отдать передачу Джака. Санчес в уголочек пытался закрутить. Но удар слабым вышел. Навесы! Где удар-то? Да, на Санчеса навешивать бесполезно. Но Джака. Джака бум! В голову. Атаминди бум. Так, навесы. Один Орье! Серж, ну надо было. Надо было сбивать. Дополнительное время вообще не устраивает нас. Так. Рэмси! Не. Сложно вообще против защиты. Совладать. Ну, не знаю. Как-то какие-то спорные моменты идут. Ребят, 0-0-0. 0-0. Дополнительное время нас ждет. И я не знаю, что делать с Джакой. Потому что Джак устал. Как Лен. Как Лен проваливается. Ладно. Пускай будет вот так. Вот Кагаву еще выпустим. Лучше вроде бы имел возможности, но не реализовал их. Так что все. Ребят, все замены исчерпаны. Защита вроде бы не сильно устала. Так что центр мы обновили. Надеюсь, что-нибудь из этого выйдет. Пока 0-0. И нужно что-то допридумывать. И вот. Великолепный момент у Санчеса. Алексис. Момент. Еще один. И просто Дебрюйна спасает сейчас. Спасает Манчестер Юнайтед. И сейчас снова момент. Ну где? Санчес уже на морально волевых. Пасует центр. Удар как Лену. И куда врулит-то? Блин, как Лен. Тороплюсь я, ребят. Давай. Дебрюйна тут, конечно, успеет забрать. Ну что это? И вот момент. Ну что? Забивай. Да. Санчес. Просто 120-я минута. Спасибо тебе большое. О, господи. Момент такой был. Он из девятки вытащил. Рули из девятки вытащил удары Уэллбака. Потому что Уэллбак ударил на противоход. Ну, Рули каким-то чудом до этого смог просто выпрыгнуть и забрать этот мяч. Ну, а Санчес смог вовремя добить. И 20-20 минут. Сейчас ни в коем случае, ребята, нельзя пропускать. Вставим автобус. Чуть-чуть буквально подождать нужно. Чуть-чуть. Вот это нервы. Вот это нервы. 1-0. Как это было сложно. Просто невероятно, ребят. Просто невероятно. У Джаки, у Джаки было несколько отличных моментов. Но лучшим все равно оказался Санчес, что он очень много убегал. Очень много убегал именно в атаку. И посмотреть, вот он момент. Ну как тут? С пяти метров попасть в штангу. Ну, Джака. А Манчестер Юнайтед слил. Да, невероятно. Просто слил клубу с низших дивизионов. Да, с низшего дивизиона слил клуба. Вот это невероятно. Надеюсь, я встречусь именно с этим клубом, который с низшего дивизиона. И у нас получится великолепный матч. Ну, а сейчас будем играть с Crystal Palace. И... Побеждаем. Побеждаем. Бангонда забивает. Наш Тео Бангонда забивает. А Уэлбек заменяет Переса. Потому что Перес, видно, не до конца был готов. И... Все-таки возраст, да это себе, знаю. 31 год, как-никак. Ну, что ж, ребята, на этом все. Всем спасибо большое за просмотр. Спасибо за лайк. Спасибо за комментарии. Спасибо за то, что вы поддержите меня хоть в такой трудный период, который сейчас у меня. Ребят, пока не могу полностью все рассказать. Может быть, на стриме очередном расскажу. Может быть, еще когда-нибудь расскажу. В общем, правда, пока не могу многих аспектов рассказать. И надеюсь на вашу поддержку, что вы сможете мне хотя бы морально помочь. И все скоро расскажу, все скоро покажу. И, возможно, вы все скоро узнаете сами. В общем, спасибо за поддержку. Спасибо за лайки. Спасибо за ваши комментарии. Вы супер публика. И я просто горд за вас. Горд, что вы помогаете мне. И не отписывайтесь. Самое главное, не отписывайтесь. И две недели, которые отсутствовало даже больше, чем две недели, повлияли на меня как-то. Повлияли. И я буду, ребята, возвращаться. Постепенно возвращаться. Не сразу. Постепенно, постепенно все вернем. Постепенно будет какой-то график. И постепенно вернется карьера за игрока. Да. А если ты поддержишь меня и хочешь продолжение моей такой фиверской карьеры, блогера такого, то поставь лайк, напиши комментарий. И, в общем, будь молодцом. Слушайся хоть кого-нибудь. Может, мать тоже слушаться. В общем, спасибо вам, ребята, большое. Ну, а я пошел. Увидимся в следующих сериях карьеры за Арсенал. С вами был Вадим Джокер. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok